Добрый вечер. Спасибо большое, что пришли сегодня на это преднятие. Мы уже, наверное, будем начинать. У меня шанс опоздать. Согласно опоздать. А сегодня уже опоздал. Он же опоздал, он еще опоздает. Я могу поближе. Хорошо, я буду говорить поближе к микрофону. Мы начинаем с доклада. Закончим все кино. Уже-таки будет презентация проекта «Будет все чувство» и, наверное, может быть, еще что-нибудь. И начнем мы пока с доклада. Меня зовут Анна Рочина. Я научница группы исследований «Инграции личности» Академии народного хозяйства и госслужбы. И я буду рассказывать про то, что сегодня я себя представляю с женской иммиграцией в России. С основным фокусом на Средней Азии. И я объясню, почему. И доклад мой будет, видимо, строиться по-разному, в зависимости от того, какие у вас будут появляться вопросы. Потому что я не знаю, насколько все тут в теме по поводу каких-то миграционных аспектов. Поэтому, если приедаете какие-то вопросы, то, может быть, вы сразу задавайте, поднимайте руку и мы будем сразу их разрешать. А если что-то будет слишком подробно, слишком понятно, вы зевайте. И я думаю, что надо двигаться дальше. Эта группа исследовательская существует в Академии уже 4 года. И мы занимаемся изучением разных аспектов миграции. Мы начинали с изучения сообщества мигрантов в КАФЕ. Дальше мы занимались и китайскими мигрантами. Занимались миграцией миграторов на вокальном уровне. Интеграционными мероприятиями, интеграционным законодательством, рынком труда, рынком поколениям. В общем, разными аспектами. В принципе, в каждой из этих тем гендерный аспект очень важен. Поэтому сегодня я буду говорить, основываясь и на наших исследованиях в основном, и на статистике, и на исследованиях других ученых, которые проводили исследования. Наверное, тут я перестрахуюсь, если я буду пытаться рассказать в целом про миграцию в России. Потому что я так вижу уже как минимум несколько человек, которые занимаются, в принципе, миграцией, хорошо знают, что из себя она сегодня представляет. Но все-таки я скажу пару слов. Что миграция в России началась после распада Советского Союза, и потоки миграционные сильно отличались в 90-е, когда в основном люди уезжали в Россию. Они убежали от разных вооруженных конфликтов, экономических конфликтов. Очень много среди них было тех, кого называли, стали потом называть отечественниками, то есть русскоязычные мигранты. Также люди убежали из Тащвистана и Закавказья, от гражданской войны, от конфликтов. А в 2000-х ситуация поменялась, в 2000-х основные потоки стали составлять так называемые экономические мигранты. В основном это были люди, приезжающие из Средней Азии. Что мы имеем на сегодняшний день? К июню этого года на территории России находились 10 миллионов иностранных граждан, и из них большинство это граждане СНГ. Из этих 10 миллионов 4,2 миллиона указали работу в качестве цели объекта. И уже из этих людей 95% это граждане СНГ. Я так понимаю, что здесь все примерно представляют, какие страны являются основными миграционными донорами, да? Да, да. Но кто же у нас на первом месте? Да, мы... Да, мы. В Викстане? В Викстане первая версия, так, еще. В Викстане вторая версия. Может быть, в Украине? Да. А, вообще в Украине? Да. В принципе, мы назвали тройку лидеров. На первом месте Украина, она действительно как минимум 5 лет назад была на втором месте, она уступала Узбекистану, второе место сейчас Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, и в целом эти три страны, эти неазиатские, они являются основным регионом-донором для России, и именно с этим регионом связано миграционное будущее России в силу демографических процессов, которые там происходят, и демографических процессов, которые происходят у нас, снижение количества работоспособного населения и потребностей их труда в дополнительных камерах. Как обычно представляют сюда мигранты? Ну, примерно как-то вот так, что это как минимум мужчины. Если посмотреть на статистику по количеству людей, которые получили какие-то разрешительные документы на право работать в России, 15-й годы, то действительно вот эта стрелочка, она указывает на общую сумму, тут, наверное, плохо видно, но среди всех иностранцев, которые получили разрешение на работу, женщины составляют 15%. И СНГ в этом смысле не отличается, там тоже 15%, но это среди разрешительных документов. Тут интересно на этом графике, какие разные бывают гендерные пропорции в миграционных потоках, потому что самая первая, самая верхняя строчка – это Таиланд, и там мужчины составляют только 6%, а 94% – это женщины, а Турция – это самая нижняя строчка, это наоборот, очень мужская миграция, там женщины порядка 1%. Если посмотреть именно на страны СНГ, за исключением Белоруссии и Казахстана, и посмотреть не по разрешительным документам, а просто по статистике, по количеству иностранных граждан, которые пребывали на территории России в 2016 году, то мы увидим, что доля женщин в этом случае составляет треть по всем странам, красный столб. И при этом по разным странам доля очень сильно тоже варьируется. Самая большая доля женщин среди мигрантов из Украины – 41%, а самая маленькая – это Узбекистан и Чехистан, это меньше, чем пятая часть – 16-18%. Здесь, конечно, отличается Киргизия, потому что она вроде как тоже Средняя Азия, но при этом среди мигрантов из Киргизии 38% – это женщины. И более того, если посмотреть на более подробную разбивку по полу и возрасту, которая получилась очень мелкая, верхняя часть – это женщины, нижняя часть – это мужчины. Снизу вверх идет возрастание возраста. То есть самые вот эти длинные полоски – это 18-29 лет мужчины. Синяя полосочка – это Киргизия, красная – это Таджикистан, зеленая – это Узбекистан. И если среди мужчин все понятно, среди всех трех стран очень много молодых мужчин. То среди женщин, если посмотреть от середины чуть вверх, синяя длинная полоска – это женщины 18-29 лет из Киргизии. Киргизия очень сильно отличается не только в целом по доле женщин, но и по доле молодых женщин до 30 лет. Почему в такой разрыв? В чем обусловлена такая разница? Вроде как страны, соседние. В целом, женская миграция складывается по влиянию нескольких факторов. Есть факторы гендерно-ниверсальные, когда в России есть потребность рабочей силы, когда есть разрыв в доходах между Россией и странами происхождения эмигрантов. Общность постсоветского пространства, когда люди знают, как работают институты в России, потому что они чаще всего постсоветские и общие. Многие знают русский язык. У многих еще остались какие-то связи с советскому времени, которыми они пользуются для эмиграции. И, опять же, важны те транспортные связи, которые существуют, железнодорожные маршруты, дороги автомобильные, авиасообщения. И важна еще такая вещь, как безвизовый режим. То есть, что сильно отличает Россию от других стран, принимающих эмигрантов, это то, что эмигранты к нам приезжают без каких-либо особых сложностей, за исключением того, что они попали в черный список. Но у нас нет нелегальной миграции, которая следовала из-за сложностей въезда. То есть, у нас нет такой стены, как между Мексикой и США, поэтому у нас характер вот этой вот нелегальной в кавычках миграции сильно отличается. Но есть еще гендерно-специфический фактор, который влияет именно на женскую миграцию. Это, во-первых, развитие сферы услуг. Сфера услуг традиционно считается такой женской, опять же, в кавычках, сферой работы и требует женскую, опять же, в кавычках, рабочую силу. Но хорошо, если в России есть такая развивающаяся сфера услуг, то, в принципе, не все равно, кто будет там работать. Женщины из каких стран? Из Киргизии, Узбекистана и Таджикистана. Почему же тогда есть такой разрыв между Киргизией, Узбекистаном и Таджикистаном? Есть еще такая важная вещь, как социальная активность женской миграции. В принципе, практически во всех контекстах, в большинстве контекстов миграция связывается с идеями маскулинности. То есть мужчина-добытчик, вы должны обеспечивать семью, и он отправляется в миграцию. Миграция, таким образом, в некоторых странах становится частью такого идеала мужественности. И миграция чаще всего плохо стыкуется с женственностью, наоборот. Во многих контекстах, в том же Узбекистане и Таджикистане, женственность связана с тем, что ты остаешься на месте, ты остаешься в своей живом хоре, выходишь там или замуж, и, в общем-то, не сильно предлагаешься. И Советский Союз в этом смысле мало что изменил, потому что, несмотря на вот эти усилия привлечь женщин в рынок труда, чтобы они получали образование, переезжали, эти усилия, в общем-то, давали маленькие результаты. И в целом, в Киргизии гендерный порядок, он, в общем, ближе к такому идеалу гендерного равенства, чем в Узбекистане и Таджикистане, и поэтому там к женской миграции относятся лучше. Но, опять же, восприятие женской миграции, в принципе восприятие миграции, это очень локально-специфическая вещь. То есть даже две соседние деревни могут отличаться в том, как там люди воспринимают миграцию в Россию. И когда мы ездили в Киргизию, мы там ездили по разным деревням, пытались понять, в том числе, а как там люди относятся вообще к миграции в Россию, миграция в Россию-то что. И пытались в том числе понять такой гендерный аспект. И в целом можно выделить три довольно понятные способы восприятия женской миграции в Киргизии. Первый вариант, это буквально словами одного из информантов, он сказал женщину на дорогу добра вернуть сложнее. И поэтому женщину в Россию не стоит отпускать, потому что женщины там портятся, ведут аморальный образ жизни, и поэтому не надо подавать им шанс поддаться этому искушению. Второй вариант, это миграция с условиями. В принципе, в таких сельских обществах женская или мужская жизнь, она очень сильно структурирована. То есть есть представление о том, что есть хорошая женская биография. И она складывается на нескольких вещей. Это замужество своевременное. Если ты не вышла замуж в должности четырех лет, то ты остаешься в распродаже. Нет, нежеланное большее место. Если ты вышла замуж и нарядила ребенка в течение одного или трех лет после замужества, то у тебя тоже есть проблема, вплоть до угрозы развода. Но в тот момент, когда ты вышла замуж, нарядила первым ребенком, ты уже можешь ехать в Россию. Более того, в Россию это очень хорошо, если ты пойдешь с мужем. Потому что таким образом ты будешь вместе с мужем и обеспечишь вот эту вот стабильность в браке, не потеряющих мужа. И третья возможность – это миграция без условий, когда женская миграция относится так же, как и мужская. Это возможно и для тех молодых девушек, которые еще не вышли замуж. Это в основном, если говорить про Киркизию, то это распространено, скорее, в семерной части, которые являются чуть более организированные, русскоязычные, повышенные. Вот что касается первого способа восприятия, женщинам на дорогу добра не будет сложнее. В 2016 году было проведено исследование не нами, а в Киргизии для интервосприятия общества. И там спрашивали мнение респондентов по поводу такого высказывания. Женщина в миграции работает в Дальнее Дом и начинает вести аппаратный образ жизни. И больше, чем треть женщин, почти половина мужчины с этим согласны. То есть мы можем примерно за это представить, какой способ восприятия женской миграции там более распространен. Вот этот вот второй способ восприятия, когда женщина уходит замуж, рожает ребенка и потом уже может ехать. Это иллюстрация одного из дневников, когда я была в Киргизии в одном из сел, и попала на свадьбу, и сидела рядом с женщиной, мы с ней разговорились, у нее сын приехал в Россию вместе со своей невесткой. Точнее, они хотят уехать и советуются с ней. И я ее спрашиваю, как она себе представляет, как будет жизнь дальше справиться. И она говорит, ну как, они уедут, она там забеременеет, вернется, рожает. Громче, громче. Да, тут говорят, звук плохой. Вернется в Киргизию, родит ребенка, и уедет обратно в Россию. То есть такие вот постоянные поездки, они уже как бы вшиты в этот биографический сценарий женщины-мигранта. Уехала в Россию, забеременела, в Киргизию родила, немножко подрастила ребенка, оставила ребенка своим детственникам, своей кровью, уехала обратно в Россию, чтобы муж от тебя не ушел. В общем, вот такие вот. И параллельно ты в России, естественно, не сидишь дома, ты работаешь и зарабатываешь деньги. И третий способ, эмиграция без условий, это кусочек из интервью, тоже ничего не видно, но, в общем, это такая очень приятная девушка с севера Киргизии, которая приехала к своим родственникам в Москву, зарабатывает тут деньги, ей 24 года, и она не собирается выходить в ближайшие годы 4 замуж. Она говорит, что она хочет сначала заработать денег, сделать себе карьеру, а потом уже выходить замуж. Ну, это такой вот, наверное, из качественных интервью довольно редкий случай. Как вообще воспринимают женскую миграцию и в чем живут ее плюсы? Мы были очень удивлены, опять же, в экспедиции в Киргизии, когда мы обнаружили одну деревню, из которой уезжают женщины, и это считается хорошо, потому что женщина это меньшая потеря рабочих рук в сельском хозяйстве. То есть она меньше может принести пользу, чем мужчина, и поэтому ее можно отправить в Россию, где она будет зарабатывать денег, ну, примерно, столько же, сколько мог заработать мужчина. Плюс женщины говорят о том, что у них меньше проблем при взаимодействии с полицией, к ним меньше цепляются полицейские, они меньше попадают в ситуации, когда их кидает работодатель, они говорят о том, что могут больше устроить ему истерику. Тут вот одна из них говорит, а женщин же не можешь обмануть, они стервы же, они сразу начинают ругаться. Поэтому женщины сложнее не дело с работницей, если ты ей должен денег. Ну и опять же, риск потерять мужа, он сокращается в тот момент, когда жена едет вместе с мужем. В любом случае, когда вот все уже приехали в Россию, что мы видим, как отличаются траектории женщин и мужчин-мигрантов из Средней Азии в России? Мы проводили в прошлом году интернет-опрос мигрантов из Узбекистана и Таджикистана, выяснили, что в принципе и среди тех, и других, среди женщин и мужчин большинство, конечно, работают, маленькая часть работает и учится, или учится, но есть значимая разница между мужчинами и женщинами, потому что женщины чаще гораздо занимаются домашним хозяйством. То есть, женщин было таких 15%, а среди мужчин только 1%. Где работают мужчины и женщины? Понятно, даже из таких обычных наблюдений на улице, что мужчины работают на стройке, 42%, а женщины действительно работают чаще всего на сфере обслуживания, то есть это рестораны, кафе, бытовое обслуживание, сфера услуг, сервиса и так далее. Там их значимой больше. И это имеет за собой другое гендерное тоже отличие, потому что женщины получают меньше денег. То есть, средняя оплата труда у женщин 28 тысяч, почти 29, а у мужчин почти 33. И различается также почасовая оплата. То есть, в принципе, можно было бы предположить, что, ну, хорошо, в месяц получают женщины меньше, но, может быть, они работают меньше. Но если посмотреть, сколько получают в час, то тоже получается, что женщины получают меньше. И это как раз связано со сферой работы, потому что женщины работают в сфере обслуживания и там действительно платят меньше. А это по Москве, да? Нет, это по России. Это те, это по гражданам Узбекистана, которые находятся в России. Магомартику, думаете, надо меньше платить, да? Нет, я по факту просто среди знакомых выбираю, это считается хорошим оплата, выше с ними в московском области. Ну, тут же, как бы, есть всегда вопрос к выборке, к выборке ваших знакомых, к выборке. Наши вопросы, да? Поскольку у нас интернет-опрос, то действительно тут может быть... То, что интернетом пользуются, они просто более приспособлены. Не исключено. Да, не исключено. В том, что касается отношений с государством, в принципе, по наличию документов каких-то у мужчин и женщин нет статистически значимых различий. Но женщины в опросе реже говорили о том, что они имели какой-то опыт нарушения закона. То есть они реже говорили о том, что они пересекали границу и сразу объезжали обратно, что является чаще всего нарушением вот этого правила 90-80. Работали в России при неоплаченном патенте, работали без договора. Чаще говорили, что ничего из всего большого списка нарушений, которые мы предлагали, ничего из этого у них не было. Но в целом все же, несмотря на то, что они реже говорили о том, что они имеют опыт нарушения законов, то наличие документов и по каким-то установкам в отношении возможностей и невозможности допустимости и неопустимости нарушения меграционных законов различий между мужчинами и женщинами-мигрантами не было. И такая правовая незащищенность в принципе это такая общая характеристика мигрантов. Но есть одно, один аспект, который значимо воздействует именно на женщин-мигрантов. Вы помните, я говорила о том, что женщины чаще занимаются только домашним хозяйством. Но для женщин и в принципе наше государство не видит такой возможности, как члены семей работающих мигрантов. Ты не можешь оставаться в России больше, чем три месяца подряд, если у тебя нет патента, если у тебя нет разрешения на временное проживание или на жительство. То есть те женщины, которые занимаются домашним хозяйством, они больше не могут вот как в 2014 году приняли это правило, они больше не могут находиться вместе со своим мужем здесь, в России. Им приходится либо каким-то образом договариваться с местными властями, то есть раньше это была Федеральная инвестиционная служба, теперь это МВД, либо покупать патент, что, конечно, сильный турок. И еще одна вещь, которая тоже идет по женщинам, а не по мужчинам иногда в прямом смысле. Когда мы занимаемся вопросами социальной интеграции, то есть мы смотрим на то, какие социальные связи мигранты имеют и как эти социальные связи меняются в процессе проживания в России. Нас, конечно, интересует насколько люди выходят из своего такого этнического круга в комочках. И поскольку люди приезжают из, например, из села, из кишаков, из заевов в России в большие города, то степень социального контроля сильно снижается, ты попадаешь в среду, где у тебя и коллеги чаще всего будут разного этнического происхождения и жить ты не будешь в никаком этническом районе, потому что в России нет этнических районов. Соответственно, ты будешь знакомиться с разными людьми, будешь в взаимодействии с разными людьми, но насколько вот этот выход из своего этнического круга, какие последствия он имеет для женщин и для мужчин. Если посмотреть на новости, связанные с патриотами Кыргызстана, то можно увидеть такую серию публикаций, которые начались в 2012 году, когда молодые люди начали вылавливать девушек киргизок, обвиняйте в том, что они имеют какие-то отношения с мужчинами и убить, издеваться, снимать это на видео и выкладывать в интернет. Недавно появилось видео, когда пробили не только девушку, но и молодого человека. Непонятно, кто он по этническому происхождению, но в общем я бы не киргиз, а девушка была киргизской, и в общем ему тоже очень сильно попало. С чем это связано? Это связано с тем, что у киргизских иммигрантов очень высокие этнические установки и очень негативные установки в отношении смешанных браков и вообще романтических отношений женщин-киргизов с мужчинами не-киргизами. Когда мы в 2014 проводили опрос еще не интернет-опрос, а просто уличный опрос киргизских иммигрантов, то у нас получились такие уделившие нас результаты. Хотя, в принципе, если посмотреть на улицу, очень много можно увидеть людей в белых колпаках и в одежде с символикой Кыргызстан, но ты не увидишь этого, если ты будешь смотреть, искать глазами Таджикистан это очень редко, а Кыргызстан очень легко. И, собственно, это отражается и в вопросе. То есть большинство, 98% наших респондентов сказали, что они горды быть киргизами, 97% сказали, что важно, что они киргизы, и что особенно важно, что больше, чем 75% сказали, что они против того, что киргизские девушки общались с мужчинами и киргизами и сказать, что они никогда не выдадут свою дочь замуж за мужчину другой национальности, а хотят выйти только за пасхида. И вот тут отрывок из интервью с одной из девушек. Таких интервью было несколько, когда рассказывали как раз про какое-то столкновение не именно с официальной группой Петрота Кыргызстана, то есть эти люди не называли себя группой, но это были разные девушки, которые в разных ситуациях попадали под замечание или под угрозу физического насилия из-за того, что они либо сели в машину к какому-то таксисту на улице, который оказался узбеком, или общались на работе с своими коллегами, которые были логистанцами. Вот здесь девушка рассказывает про то, что за ней, что сейчас она в принципе была бы готова подумать о том, чтобы иметь какие-то драматические отношения с мужчинами не киргизами, например, с чеченцами или с русскими, но она беспокоится, что это будет иметь очень плохие последствия для нее, что если наши киргизские парни это все увидят, это не конец. И она как раз имела опыт такой, когда она села в машину, просто подняла группу на улице, остановилась в машину, она туда села, и там оказался водитель узбек, они поехали, и тут за ней, за этой машиной начала гнаться другая машина. Там были киргизы, которые кричали из окон, пытались догнать эту первую машину, а у первой машины еще было объявление, что продается машина и номер телефона водителя. Эти значит погонщики начали звонить, трезвонить и угрожать по телефону и водителю, и попросили передать другу девушки и начали тоже всячески ругать. Каким-то образом они оторвались там на светофоре, это была погоня-погоня. Парень, водитель тоже очень сильно испугался, он остановился, потом сказал «Все, выходи». Она говорит «А сколько денег вам можно?» «Не важно, уходи». То есть ему самому было как-то очень все неприятно. И еще одна вещь, на которую, мне кажется, надо обратить внимание, которая тоже имеет важный гендерный аспект, это сексуальная грамотность. К сожалению, нет ни одного такого хорошего исследования, которое позволяло бы сравнить сексуальное поведение мужчин-мигрантов и женщин-мигрантов. Есть отдельные исследования, которые занимаются женщинами, отдельные исследования, в которых есть какая-то информация про мужчин. И цифры очень сильно разнятся. То есть, например, исследование таджикских мигрантов показало, что один мигрант из Таджикистана, который приезжает в Россию без жены, может за один сезон работы в России сменить две-три сексуальные партнерши. А опрос женщин-мигрантов из Средней Азии показал, что среднее число сексуальных партнеров за всю жизнь где-то один точка три. То есть, очень сильно отличается сексуальное поведение мужчин-мигрантов и женщин-мигрантов. Но у женщин-мигрантов вроде как нерисковое поведение. Один и три сексуальных партнера за жизнь нормально. Но если бы не было проблемы с использованием защитных средств, то есть, например, презерватива, 70% мигрантов Средней Азии сказали, что они не использовали презерватив с постоянным партнером за месяц до этого опроса. И в принципе им довольно сложно договориться с этим постоянным партнером о том, чтобы его использовать. И когда появляются какие-то исследования, которые обсуждают, что же можно с этим сделать, как повысить сексуальную грамотность, то отмечают, что рост сексуальной грамотности и распространение информации мешают все ценности, которые называют традиционными в кавычках. Считается, что секс возможен только внутри брака, и поэтому смысл, и дети являются безусловной ценностью, поэтому смысла говорить о контрацепции вообще нету, потому что если муж живут вместе, и дети это всегда ценность, то зачем вообще никакого рискованного поведения вообще не может и случиться. А миграция все равно ставит все вот эти постоянные отношения, возвопросы, и зонтовые, то там, получалось, они сравнивают киргизов, таджичек и узбечек и приводят среднюю цифру. Средняя цифра 1,3. Но у киргизов там действительно была более высокая, чем средняя цифра, но она все равно не зашкаливала. Но тоже, ну то есть там было порядка, может быть, до двух. Просто потому, что у таджичек, если я правильно помню, было очень мало, то есть там меньше единицы было на таджичек. А у киргизов это была такая... Ну так, потому что это средний показатель. То есть это... То есть там были таджички, у которых не было сексуальных партнеров за всю жизнь вообще. Это был ноль. Поэтому средний показатель у них был ниже. А у киргизов было меньше тех, у кого был ноль, больше тех, у кого было ближе к двум и так далее. Но тут действительно есть такой паезд смещения в сторону врачей. Мне кажется, вы очень правильно говорите, что врачи, как и, например, некоммерческие организации, которые оказывают помощь мигрантам, они действительно имеют дело с теми, кому нужна помощь. То есть это такие наиболее проблемные люди. И поэтому, когда ты хочешь построить общую картину, ты не можешь опираться только на эти данные. Ты скорее будешь опираться на какие-то данные, опросы. Если даже не брать врачей, то одна из причин, это то, что они живут, одна из основных причин, почему они ходят потом делать аборт, то что они живут разнополыми, около 20 человек, да, и это тоже провоцирует какую-то сексуальную близость с не своим партнером, ну, не с постоянным партнером. Да, такие случаи тоже я слышала, что такое бывает, когда ты, оп, проснулся, а как бы утром взял. Но при этом есть квартиры, в которых ответственные квартиросъемщики, то есть человек, который там имеет дело с хозяином и устанавливает свои правила в квартире, и его уже люди, которые снимают, сколько мест называют хозяином, он устанавливает правила, и это часто правила такие, что есть комнаты, где живут одинокие мужчины, а есть комнаты, где живут одинокие женщины и семейная пара. То есть предполагается, что если у мужа родовок жена, то он, например, у нас не другой бог. Ну, как-то вот, грубо говоря, так. Да, поэтому... Ну да, если даже посмотреть на... Была статистика за, по-моему, 12-13 год по поводу количества оставленных в роддомах Москвы детей. И там среди всех детей, от кого отказались иностранные гражданки, там 40% были киргизы. То есть это было даже больше, чем... Да, это было и по Киргизии, когда именно сколько киргизских детей, киргизских мигрантов перевели в Киргизию, перевезли, точнее. Да, это даже было больше, чем Украина и Молдова. Ну, то есть для меня это тоже один из показателей, что у них партнер побольше. Но там, если я правильно помню, то там, вот именно 12-13 год, там количество детей отказников было порядка 300 за год. То есть, в принципе, это цифры-то, они такие большие. В абсолютном выражении у нас мигранты на первом месте Украина, я не знаю, а вот именно женщины, кого больше всего? Киргизов 40%. Нет, Киргизов 40% — это за общей цифры, а вот в абсолютном выражении кого больше? Давайте мы тебе считаем. А, может, поэтому больше там? У них цифры чуть-чуть другие. Восемьсот, пятьсот, тысяча семьсот. Поведение, это все равно. А тысяча семьсот пятая часть где-то... То есть мы там, по-моему, около 40% женщин, да, в Киргизов было? То есть, получается, где-то больше, чем 300 тысяч женщин-узбечик. Ну, то есть, узбечик и Киргизов, да, в Киргизов, да, в Киргизов. Ну, это же не корректно сравнить. Узбечики едут за мужьями, Киргизики чаще всего едут одни, там, тоже вот это национально. Ну, как чаще всего, тоже не скажут. Потому что среди, в принципе, среди всех вот этих трех групп, там очень много, например, разведенных рутовых. То есть, это те женщины, на которых не распространяются вот эти правила социальной легитимности миграции. Женщина все равно уже стигматизированная, пускай что хочет, то и делает, и уезжает. А среди, ну, среди киргизов, сейчас у меня цифр с собой нет, но, если я правильно помню, среди них больше, да, чем таджичик и узбечик, одиночек, которые еще не были замужем. Все-таки узбечики и таджичики чаще всего они хотя бы были как-то уже замужем. А киргизики, ну, такие совсем молодые, зеленые, молодые. А просто не слышно будет людям, которые смотрят? Ну, я хотела бы подложить, вот эта разница в данных между, в данных вашего исследования и показаниями врачей, не может быть связанными с увлечением имугрантов в проституции, например? А это главное? Ну, понятно, что у женщин, у которых увлечены в проституции, куча своих партнеров. Наметили, что у врачей чаще приблидаются те, которые в обычном присутствии. Это наше мнение. А еще и не в проституции. Хотя там все были в проституции. Но, если честно, то вообще вопрос сексуальных работников среди иммигрантов в Средней Азии и в Средней Азии, он такой открытый, потому что есть отдельные исследования, в ходе которых люди брали интервью, но интервью не позволяют оценить масштаб. То есть никто не знает по факту, сколько женщин-мигрантов из разных стран не включено действительно в проституцию. Насколько это тут повлияло на то, кто приходит к врачам, может быть, но точно неизвестно. Потому что, ну, в общем, не нужно еще заниматься исследованием. Могу, предположим, я буду в гроб поговорить. Вообще, вы говорили, что в других исследованиях то, что инфраструктура кыргызов есть в Москве, да? Она устроена и медицина тоже. То есть мы обращались именно к кыргызскому инфраструктуру, получается, и граждан Кыргызстана будут, да, женщин. Я могу предложить из-за этого больше запрос, точнее, пойдем именно на женщин-кыргызов. Кыргызов. Мне кажется, у них больше возможностей с медицином пройти, чем даджикищик-узбейщиков. Ну, знаете, в кыргызские медицинские клиники обращаются не только кыргызы, то есть там и работают не только кыргызы, и обращаются туда тоже и узбеки, и даджики, и другие иммигранты, и иммигранты тоже. Потому что это позволяет снимать языковый барьер, но это дешевле. И просто ты доверяешь больше. Поэтому, не знаю, но это вот вопрос тоже к Кате, наверное, по поводу врачей. А мы с ним, да, и одно из интервью было с Максатом, мы вместе были. А у вас были кыргызские врачи именно или разные врачи? Нет, ой, врачи были, конечно, в Кыргызе, я больше с кыргызской диаспорой работала. Но вот одно из интервью мы были вместе с Максатом, плюс еще куча историй лично, девочек, которым там нужна какая-то помощь и все прочее. Ну, истории, да, можно. Ну да, нет, это, конечно, не выборка, я вообще не претендую, я что-то, с чем лично столкнулась. Рассказываю. Ну, да, данные очень сильно отличаются, это прямо пич миграционных исследований и в России, и в принципе, в мире, потому что с иммигрантами никогда не понятно, как там правильно настроить выборку, у тебя нет представления о генеральной свободности, поэтому ты всегда как-то изощряешься и пытаешься максимально приблизиться к этому идеалу. Ну, такой случайный выросли. Вопрос полового воспитания иммигрантов, он один из самых шепетинов, потому что были врачи, которые прямо говорили, мы вам не будем давать интервью, потому что мы не будем позорить нашу нацию. Ну, это еще вот такой вопрос. Но это вот тоже эти этнические установки. Да, этнические установки даже на условиях, на нефти. Ну, потому что тебе больно озвучивать какие-то данные, которые ты так называешь. Да, есть центр коджийский, куда девочки приходят, беременные, все прочее, все знают, что все есть в Фейсбуке, но люди, журналисты, эти не говорят. Это проблема, да. Но все идет из Киргизии, так же их не учатся. Да, ну, правильно. Ну, в смысле миграция это всегда такое пространство, которое связывает и стран происхождение, и страны немассивы, например. Например, если мы говорим про сексуальное поведение, ну, неаккуратное такое, сексуальное поведение мужчин-мигрантов, например, в Таджикистане, это же всегда вопрос того, какие заболевания потом поедут в Таджикистан, например, да. То есть это все очень сильно взаимосвязано, поэтому такие вопросы, правда, надо решать на уровне нескольких стран. Просто вопрос в том, что часто на это правда закрывают глаза. Все вопросы. В Америке сейчас обязательно медосмотрят для тех, кто был в России. Мы не расслышали. В Америке сейчас, говорю, обязательно медосмотрят для граждан, которые долго пробовали в России. Мне страшно подумать, что происходит в Америке с теми, кто прошел медосмотр. Ну, они всегда деньги проходят, потому что там коррупция высокая. То есть он формальный закон и есть, но все просто платят деньги, и все. У России. Просто ехал в Россию, прошел медосмотр, ехал в Америке. Привычно. А еще, когда при получении патента сахара, тоже проходят медосмотры, только мужчины и женщины, если они получают патент. Там же настоящий медосмотр. Там анализ дают. Да, но данные, к сожалению, которые вам были про что-нибудь сказать, это вообще довольно закрытая вся история. Кстати, интересно статистику, чтобы вы можете отобразить. Успешные, неуспешные проходы. Если у вас получится что-то получить, это правда очень интересно. А вот эти данные по партнерам, они каким способом собирались? То есть каким образом люди отвечали от девушек и от мужчин? По поводу мужчин-мигрантов, я не могу сказать, я не помню, потому что это довольно давний опрос 2003 года. Это проводили исследователи, которые, в принципе, работают в Училистане, но они как бы работают, и в России тоже. И я не помню, какой там был принцип отбора респондентов. Я даже, я просто говорю про то, что, в принципе, люди могли бояться, там, не знаю, если они отвечают на этот вопрос в интернете, то девушки могли просто бояться, там, не знаю, что за ними как-то следят и узнают, какой ответ они поставят. Ну, то есть все равно, даже если это анкета, в которой заявляется анонимность, все равно есть страх и, ну, наверное, там просто какой-то какой-то стыд, не знаю, чтобы не опозорить свою нацию и так далее. Ну вот что касается опроса женщин-мигрантов, то его проводили очно. Там была такая выборка, которая называется «тайм-спейс», когда выбираются квадраты, город делится на квадраты, выбираются случайно, например, квадраты, там обходятся все места. Уникальный принцип отбора – это кафе, маленькие магазины и рынки, где могут работать женщины. И вот там уже хитрым способом, там, с определенным шагом отбирались женщины, с которыми разговаривали интервьюеры тоже женщины и того же мунического происхождения на, собственно, на родном языке, что было очень комфортно. Но что было интересно, мы в этом исследовании, что они выяснили, что самый такой чувствительный вопрос, это даже не вопрос про сексуальное поведение, а вопрос про проживание, про здоровое проживание. Сколько человек живут в той же квартире, что и вы? Это было очень болезненно, и многие не хотели на него отвечать, многие отказались на него отвечать. И там, кстати, если я правильно помню, в Москве это самое неблагоприятное условие проживания именно у киргизов. Там больше всего людей живут в одной и той же квартире, там что-то, по-моему, средняя цифра была 16, а 29, а в печке и таджичке там сильно ниже. И все. Какой барак? Они же киргизы с киргизмом, потому что там веки с таджиками и вот разными нахранениями. Там, вот именно в том охране, случалось, что киргизский, в принципе, самое не менее удачно устроившийся в плане дохода тоже. То есть, как ни странно, получалось, что таджички у них многие занимались уже практически собственным бизнесом, типа точек на рынках, и получали больше, чем киргизские, которые могут повыкнуть в магазин. Но это зависит, опять же, от места опроса, да? Опять же, вопрос к выборке. Потому что, если бы они опрашивали, например, каких-то кафе сетевых, там, где работают в Москве, ну, в основном киргизы предпочитают, потому что русский язык лучше, то я думаю, что там были бы другие уже показатели по зарплате. Ну, это до ЕС было, да, до вступления? Да, это же прошу, сейчас, наоборот. А, сейчас, наоборот. Сейчас, дано, сейчас получше. Социальный статус. Ну, с киргизмой, в связи с ЕС, мне, например, очень интересно, насколько вот эти сэкономленные от патент деньги, то есть у нас в ней же патент стоит 4200, и в тот момент, когда ты не должен платить 4200 в месяц, а это получается где-то порядка 50-10000 в год, у тебя эти деньги освобождаются, можешь ли ты на эти деньги привезти семью? То есть, когда киргизм вступил в ЕС, я просто заметила, но это такие очень обывательские наблюдения, вообще не претензующие именно такие обобщения, скорее просто такая пища для гипотез. Я стала замечать больше киргизских именно семей. То есть, моя гипотеза состоит в том, что люди стали привозить сэкономленные от патента деньги именно семьи. Но это надо проверять. А еще, я просто в наблюдении, когда беременно занимаюсь с родителями, я советую брать, например, так как страны ЕС, там, киргизы входят, они имеют право на УМС, это получение при составлении трудового договора с НИУ, с регистрацией. Многие уже рожают, так как у нас большинство, у нас мамы, приходят уже через маму, они беременные. И я советую брать в УМС, например, потому что это медицинское служивание бесплатное, на основании договора и договора между странами и вообще трудового договора. Они получают в УМС и рожают, есть спокойствие, получается, получают, там, да, и встают на учет. Вот это обстоит как раз на вопрос, почему врачи чаще видят киргизы? Потому что для таджичек узбеков бесплатно, к сожалению, нет, только роды. Нет, ну я так приняла, чтобы все-таки другие были врачи, то есть это врачи скорее были общемосковские, да. А вот Катя говорила про таких коммерческие киргизские клиники, к которым приходят не рожать, к которым приходят аборты, для него мужские заболевания, но там такие проблемные. А кто как раз использует УМС и начинает вот с других. А какой процент у них, если она уже беременна? Может быть, я про договор, на ночь я договор, если она уже там на каких-то сроках, ну, 2-3 месяца ничего не будет. Справится, да, просто, ну, для того, чтобы собрать какую-то нагрузку делаешь на российскую медицину, если она стоит там. Я бы представить, можно ли, можно ли, это, я надеюсь, правильно. Если есть возможность, то же самое доступно, в образовании, некоторые не имеют ДОСПА, мигрант сами не знает, как нужно устроить ребенку в школу, да, это как раз только сексуальная грамота самая справа, а если не грамотность, как поступит ребенку в школу, как подать ребенку документы, и так далее, то сам нет грамотности, не знает своих прав. То же самое. И когда я лично помогал отправить заявление, чтобы записать ребенка в школу, они ходили в школу, и при этом родитель, школа говорила, что не может принять только после 30-го. Мигранты сами думали, что им отказали, мне звонят, нам отказали в их сад, что надо делать? Ну, недопонимание было. И мне хочется, например, как раз не то, что грамотно сделать, чтобы их информировать. И как раз сейчас появляются в Инстаграме какие-то сообщества, Аймнар, там, вы слышали, женщины там, нитанки, женщины гернисты, и так далее, они там советуют, есть такой-то сервис, есть такая страховая компания, там дают полис ОМС, если там принесет такие документы, это меня радует, то, что между собой общаются и информируют, что есть такая возможность идти пользоваться, например, да, или для себя, я тоже вот собираю данные, например, какая-то компания сразу создает, если документы какой-то там, неудай, думаясь, вот с Аней тоже собираюсь какие-то буклеты создать, это тоже... Ну, как раз по этой теме, чтобы все собрать. Создать буклет, чтобы там был список адресов, контактов страховых компаний, там, школ, возможно, и каких-то проектах, которые помогают, там, медицине, образованию, и так далее, то есть это тоже было бы хорошо для Веган. У вас такая-то как диаспора? Нет. Нет? Подросток. Куда отправлять домашек? Я не знаю. На консультацию, как вам, на сайтах. На сайтах всего. Мне кажется, сайт, это даже имеет больше потенциала для распространения, чем у них нет. Но тут еще, помимо правовой такой неграмотности и недопонимания, еще, мне кажется, важный фактор, это общая недружелюбность среды. Когда мы делали исследование в Кокотне, у меня там появились знакомые мамочки из Киргизи, Ахмедистана, они хиджабом были, они плохо говорили по-русски, но были очень милые дети, которым было рано еще идти в школу, детских садов, естественно, убрали, но можно было пойти записаться в Долкультуру, который там большой. Но чтобы туда пойти, они сами очень боялись. И вот мы пошли с ними вместе. И когда я с ними зашла и там сидит администратор при входе, я поняла, в общем, почему людям страшно. Потому что администратор смотрит волком, но администратору тоже страшно. То есть я могу и администратору звонять, потому что приходят женщины в хиджабах, и наше массовое сознание, оно очень так устранено, что стереотип сразу не дает опасность. И, в общем, такая взаимная настороженность, она приводит к тому, что не хочется туда возвращаться. Но в тот момент, когда все-таки удалось прийти и договориться и записаться, потом через какое-то время я обнаружила, что все, дети ее ходят, она водит их в дом культуры регулярно пару раз в неделю. Пока один ребенок где-то на занятиях, второй ребенок в добровой зоне, она сама сидит, и даже у нее появляются знакомые какие-то другие мамы. Ну, пускай они русские, а в азербайджанке, но все равно они общаются по-русски. И вот это вот уже такая институционизированная интеграция. То есть стоит преодолеть вот этот порог, и вот это дальше уже начинает работать именно на интеграцию. А почему мы садик-то берем? Потому что садик-то мы сами выбрали. Мы выбираем садик, отправляем детей эмигранты к Узбекистану с патентами социальных институтов. Да. А сочи, скажем, как вам этот вопрос? Ну, мы отправляемся, когда нет очереди, поменьше очереди, выбираемся, места с учетом этого вырывания. А, опять же, у нас вот эти законы образования, они специально основные граждане тоже здесь взаимодействуют. Обычно говорят, что у нас слишком большая очередь. Почему? Они на ручках вставали. Ну, это электронная очередь. Ты записываешь, сидишь за очередью, они не имеют сейчас возможности этим каким-то образом манипулировать. если вы стоите там, а сейчас это можно делать в электронном виде, вы даете заявление, они не могут его отказать. Ну, в общем, чувствовать. В общем, мне кажется, сегодня мы собрали тут некоторые которые надо. А полную воду, в сады, все. А, да. Может быть, есть, но... Ну, потерпят кассые для первой недели. недель а потом там придет поможет там детском саду и потом субботники там еще и ворот хорошо потому что ходите с тобой пойти и пойти навстречу спасибо большое за вопросы а переходим в следующую часть